Приветствую всех на канале Процветок. Меня зовут Сергей, и сегодня мы поговорим про комнатные растения. На мой взгляд, очень важная группа. Почему? Потому как дома, на работе мы много часов проводим в помещениях, где, конечно, хотелось бы, чтобы было хотя бы немного зелени. Тот кусочек природы, который зачастую нам не хватает. Если какие-нибудь зумбарские фиалки и красиво цветущие другие комнатные растения нам знакомы, и, кажется, они могут стоять буквально на каждом подоконнике, есть определенная группа, которую я бы объединил растения, которые являются самыми неприхотливыми и самыми устойчивыми для условий квартир, офиса, каких-то других помещений. И в этом плане, наверное, одним из основных факторов, который откладывает отпечаток на ассортимент таких комнатных, является теневыносливость. Окна по-разному, но чаще всего все-таки небольшие. Света проникает в помещения мало. И растениям, которыми мы работаем, которые выращиваем в комнатной культуре, им просто приходится каким-то образом как-то выживать, как-то страдать даже иногда в тех условиях, когда они не видят солнца в принципе за всю свою жизнь. То есть прямые солнечные лучи на них не попадают. Теневыносливые растения есть среди всех, и понятное дело, что они есть и среди комнатных. Сегодня мы поговорим про различные папоротники, про зомеокулькас, про драцены, про фикусы, естественно. То есть про те растения, которые условно можно объединить по принципу своей просто неимоверной какой-то жизненной энергии и неприхотливостью в комнатных условиях. На первом месте среди которых будет стоять теневыносливость. Папоротник, наверное, для многих известное растение комнатное, которое мы привыкли видеть и в библиотеках, в школах, и понятно, что и у себя в квартире в то же время. Растение очень долговечное и неприхотливое. Благодаря тому, что имеет плотную пышную крону, то есть вот эти вот ваи или по-другому листья папоротника, они пышно разрастаются в разные стороны. Со временем папоротник просто увеличивается в размерах, достигая того, что как раз-таки в комнате необходимо такого хорошего зеленого пятна. Самый неприхотливый среди них это, конечно же, нефролеписы. Причем они есть очень разные. От простых, плюс сорта с бахромчатой листвой, с закрученной и так далее. Единственное, что я бы сказал, что папоротники, наверное, не любят, и с чем бывает сложновато, они категорически не любят, когда с ними каким-либо образом физически взаимодействуют. То есть его не надо трогать, обнимать, поправлять и так далее. И, конечно же, постарайтесь сократить до минимума количество пересадок. Если вы пересадили папоротник, понимайте о том, что первое время ему будет плоховато, он будет страдать, он будет приживаться, будут образовываться сухие листья, которые будут опадать. Для папоротников это нормально. Понятное дело, что надо и процесс пересадки произвести максимально безболезненно, стараясь минимально нарушать корневую систему и проводить все операции аккуратно. В дальнейшем, когда он приживется, проблем с ним не будет. С учетом того, что в природе папоротники растут в условиях защиты от солнца, то есть это, условно говоря, в джунглях, там, где нет прямых солнечных лучей, там влажность воздуха в то же время, но тень для них самое то. Поэтому, если у вас в квартире есть место где-то не на самом окошке, понятно, что даже и в то же время не на южном, а чуть поотдаль, дальше иногда внутри, у нас, к примеру, в офисе он стоит с совершенно противоположной стене относительно окна и отлично себя чувствует. Это одно из тех растений, с которым можно жить и дружить в достаточно затененных помещениях. Следующий наш зеленый друг, о котором мы поговорим, наверняка вам хорошо известен. Это так называемый щучий хвост. Его давно и широко можно было встретить, буквально чуть ли не в каждой квартире, где вообще, в принципе, есть растения. Щучий хвост – одно из самых живучих комнатных растений. Очень неприхотливое. То есть, на самом деле, для меня кажется, что надо очень постараться для того, чтобы это растение не выжило, потому как ему нужно абсолютно минимальное количество солнечного света. С учетом того, что листья у него достаточно плотные и сочные, то есть, оно накапливает влагу в себя, оно не погибнет, если вы вдруг неделю-две его не будете поливать. То есть, это, конечно же, не кактус, но это близко к нему. И благодаря тому, что может расти при буквально минимальном количестве света, это растение, которое заслужило как раз-таки вот это вот широкое распространение в комнатном цветоводстве. Я бы сказал, что сейчас происходит такая вторая волна его популярности. Если сначала его, буквально последние там десятилетия, полтора его немножко начали забывать, то сейчас во флористических магазинах можно заново встретить как обычные виды сансеверия, о которой мы говорим, или щучий хвост по-другому, так и различные гибриды и модификации, которые выглядят и более компактными, и, соответственно, применяются, к примеру, в озеленении офисных пространств. Более строго, лаконично и современно. Это небольшой экземпляр, со временем он разрастется и займет достойное место в темном уголке вашего помещения. Говоря про неприхотливые комнатные растения, к тому же еще и теневыносливые, нельзя не упомянуть фикусы. Фикусов в природе, в принципе, очень много. И в комнатной культуре их тоже встречается не один-два вида. Как минимум, бенджамина, эластичный, лировидный. И еще можно продолжать этот список дальше. Вот сейчас у вас перед глазами один из, на мой взгляд, самых таких ярких представителей – это фикус эластичный. Он есть как стандартный видовой, так и есть карликовые сорта, как вот у нас нанум, который отличается более компактными листьями и аккуратными компактными размерами. Чем хороши эти фикусы? Тем, что, во-первых, они имеют достаточно крупные темно-зеленые листья. Со стороны это растение в том же офисе или в квартире всегда смотрится очень богато. Я бы сказал, даже, наверное, нарядно. У него много листвы. Эти листья живут даже не несколько лет, я бы сказал, иногда несколько десятков лет. Долгое время не опадают. Вот уход, кроме стандартного классического полива, заключается в том, что с учетом размеров листьев, конечно, ему иногда необходим либо дождик, либо протирание влажной салфеткой или тряпочкой для того, чтобы очистить от той пыли, которая на него садится. Что интересно, что, допустим, карликовые сорта этого фикуса будут развиваться пропорционально тому, сколько места вы им дадите. То есть какой горшочек вы их посадите. Чем больше будет пространства, тем крупнее будет листва, и больше он будет разрастаться. Если же вы, наоборот, про него забудете, не будете пересаживать, он останется в каком-то небольшой емкости, то и листочки у него тоже останутся маленькими. Вот примерно такими. Хотя в то же время деревце, вот это в данном случае древесное такое, будет чувствовать себя достаточно хорошо. Оно приспосабливается к условиям. Света ему тоже не надо много. В данном случае у нас вот этот фикус стоит около стены, никуда не попадает солнце, прямые солнечные лучи никогда. То есть, соответственно, в принципе, для него это нормально. В природе также это, если вы видите на отдыхе это дерево, оно имеет всегда плотную низкоопущенную крону. То есть даже внизу, где я сейчас показываю, там, где света внутри пропадает совсем мало, все равно листья сохраняют свою зелень, не желтеют и не опадают. Растение само по себе такое специфическое. Оно также обладает плотными кожистыми листьями и немного влаги накапливает. Поэтому способно смириться где-то с нечастыми поливами. Хотя более хорошо растет в условиях нормального режима увлажнения. Следующий фикус менее известен. Популярен он стал буквально там в последние десятилетия, может быть чуть больше. Это фикус лировидный. У него очень плотные листья. Сам по себе он может расти разных размеров. Если мы говорим про фикус лировидный видовой, то это комнатное растение, которое вырастает до 2-3 метров в высоту. Если дать пространство, или в условиях зимнего сада вырастет и крупнее. То есть оно заполнит изрядный кусочек пространства. В данном случае у нас экземпляр бомбина, которому уже очень много лет. Его отличают все-таки более компактные листья в сравнении с видовым. И это вот растение, которое вырастает в высоту примерно метра на полтора. В то же время не сильно разрастает ширину. То есть оно обладает такими хорошей вертикалью роста и не раскидывается в стороны. Что тоже важно, чтобы занимать минимум пространства. Чем мне нравится этот экземпляр? Тем, что, во-первых, имеет очень крупные достаточно листья в сравнении с другими растениями. Они тоже вечно зеленые, понятно, не опадающие. Длительное время содержится растению. Оно не падает, не теряет своей зелени до низа, то есть до контейнера. Со временем в нижней части появляются еще новые побеги, которые подтягиваются и озеленяют пространство с нижней стороны. Ну и само по себе оно смотрится достаточно интересно. Я бы сказал, даже современно. В противовес тем растениям, которые мы обсуждали только что. Ну и, конечно говоря, о фикусах нельзя не упомянуть фикус бенджамином. Наверное, один из самых известных и самых распространенных в комнатном цветоводстве среди фикусов. Он имеет среднего размера листочки, которые вы видите сейчас перед собой. Разрастается так, как вы ему позволите. В данном случае он растет в виде такого строгого деревца. Я тут из него пытаюсь сформировать классическое дерево на штамбе и сверху будет крона. То есть пока я его выгоняю в высоту. Можно его выращивать в кустовой форме. Можно приобретать в магазине, где он тоже будет очень разнообразным по внешнему виду. Растение, которое можно держать в разной форме. У вас это может быть кустик, который будет 20-30-40 см в высоту, в диаметре. Можно из него вырастить и деревце, которое будет до потолка, до 2-2,5 метров. Если надо, вырастет и больше. Этот фикус бенджамина относится к тем, которые хорошо выдерживают стрижку и обрезку. То есть его можно формировать. Можно, кстати, на нем дома в комнатных условиях учиться формировать древесные растения, чтобы потом практиковать это в саду. Надо единственное, что помнить, что все фикусы, что этот, что предыдущие сорта, о которых мы говорили, они обладают муличным соком. Белым, липким, с которым надо работать немножко по-разному. У нас в данном случае перед вами сорт фикуса бенджамина. Это варигата пестры, который имеет окрашенные листья с такими светлыми пятнами по границам. Стандартный вид просто зеленой листвой. В зависимости от того, какого эффекта хотите, можно использовать тот или другой. Самое интересное, что вот этот сорт с пестрой листвой, он не теряет своих вот этих бело-желтоватых пятен, даже при недостатке освещения. Хотя для большинства растений с окрашенными листьями или хвоей характерно, что когда света мало, листья зеленеют. То есть я, если честно, даже не знаю, что надо сделать, куда его поставить, чтобы этот фикус стал полностью зеленым. То есть он максимально держит свой цвет, хотя, опять же, стоит у нас совсем не на окошке. Далее, среди теневыносливых комнатных растений я бы отметил вот этого зеленого друга с, может быть, немного сложным названием – замиокулькас. Но, тем не менее, на самом деле сложного, я бы сказал, что в нем только это и название. Растение, которое главное, наверное, не залить водой. Обладая мощными, плотными, сочными побегами, это растение накапливает влагу внутри себя. Благодаря тому, что влаги в нем со временем содержится достаточно много, оно не боится пересыхания. То есть главное его не поливать тогда, когда почва еще влажной. Или когда вам кажется, что вот буквально она там чуть-чуть только начала подсыхать. Лучше чуть-чуть переждать. Подождите, когда грунт-субстрат подсохнет полностью, и только тогда произведите следующий полив, чтобы не было загнивания корневой системы и точек роста этого растения. Замиокулькас нетребователен к свету, тоже может стоять в полной тени. Я когда был свидетелем пару раз, когда встречал эти растения в помещениях, где в принципе нет окон. И они существовали только в условиях искусственного освещения. Причем это были не специализированные фитолампы. Наверное, небольшим таким недостатком я бы назвал то, что растение медленно разрастается. Каждый из вот этих вот побегов, а точнее листьев, это лист, он выпускает спустя некоторое время. То есть сначала выпустит один лист, потом пройдет неделя, две, может быть месяц, или даже несколько месяцев он выпустит второй лист, потом следующий, разрастается медленно. Но в то же время, как вы видите, вот тот экземпляр, который у нас, ему, наверное, где-то лет пять примерно. Но когда он уже начинает разрастаться, потом он обладает очень пышной зеленью. Листья долговечные, они сохраняются в своей вот структуре, как есть. Главное их не сломать, потому что они немного могут отклоняться в стороны. И понятно, что если мы их заденем, то они хрустнут просто-напросто. А кроме этого, это классное растение для нижнего яруса. Его можно посадить в крупный контейнер, поставить на пол в офисе или в квартире. И это растение будет радовать вас долгие-долгие годы. Тема комнатного цветоводства, на мой взгляд, очень интересна и популярна. Я думаю, что мы только начинаем с ней знакомиться, потому как без комнатных растений бывает сложновато 8 часов работать в офисе или находиться у себя дома. До встречи!